Приветствую дорогие, и так снова плохие ходячие ньюс. Да-да, буквально два дня назад Hollywood Reporter опубликовал такую новость, которая на самом деле может означать ну самые нерадужные перспективы для нашей с вами любимой франшизы. Писатель Роберт Киркман подписал двухлетний контракт о беспрецедентном партнерстве со стриминговым сервисом Amazon. В рамках соглашения Киркман будет разрабатывать телевизионный проект исключительно для платформы Prime Video Amazon, которая также будет иметь приоритет на все комиксы, производимые издательством Skybound, также принадлежащие Киркману. Одновременно это же и означает, что Киркман полностью отстраняется от производства сериалов «Ходячих мертвецов» и «Бойтесь, Ходячих мертвецов» для конкурента Амазона AMC. Сделка воссоединяет Киркмана с Шароном Талом Югаду, бывшим главой Fox International Channels, который руководил всемирным распространением The Walking Dead и экзорцистского шоу также Киркмана «Изгой» Тал Игуада ушел из Fox в январе этого года в Амазон, став главой отделения, непосредственно занимающейся только научной фантастикой, экшеном, фэнтези и ужасами. Интересно, что теперь Амазон же и получил с потрохами все комиксы, что делает Skybound. Как раз она выпускает «Ходячих», «Бойтесь, Ходячих» из Гоя, «Инвинсибл», сейчас еще драму сделает о корейском восстании «Пятилетка», драму «Ушедший» и наконец хоррор-сериал «Ложь в пределах иллюзий». С первыми тремя пока в принципе все понятно. Да, они куплены и активно разрабатываются AMC, а вот у последних трех пока не было места для трансляции, потому возможно Амазон купил их для себя. Вообще, на данный момент, кажется Киркман взял на себя столько работы, что его в пору можно называть многостаночником. Известно также, что Киркман ранее брался делать для того же AMC еще два шоу, кроме «Ходячих» это «Гений и злодеи. Всемирная история комиксов» и «Вор из воров». Однако по правде говоря, никакой информации о, например, истории по комиксам не было с мая прошлого года, когда канал заказал ее у Киркмана. С «Уором из воров» ситуация несколько даже хуже. AMC купил права на нее у Киркмана еще аж 5 лет назад и с тех пор так с проектом все и замерло. Правда, на последнем Комикконе по комиксу показали трейлер возможной игры, релиз которой обещают в начале следующего года. Возможно, Киркман, видя бессилие своих нынешних партнеров, то бишь AMC, решил все-таки реализовать эти проекты на другой, более богатой площадке. Амазон кажется здесь идеальным вариантом. Амазон все-таки огромная империя, а AMC – это все-таки один всего канал. Но и это не все. Киркман записался сделать еще один проект уже для канала Сайфай – клон. Но похоже и здесь дела идут не так хорошо, потому как новости о нем были далеко аж в 2014 году и дальше эта машина пока никуда не сдвинулась. Может, амазон и ее приютит, кстати говоря. И наконец, самая последняя новость касается того, что наш многостоночник вписался третьим шоураннером к намечающимся шоу для канала FX «Криминальный гений». Шоу, кроме Киркмана, будут делать также и такие мастодонты, как создатель Фарго Ноу Хоули и режиссеры второго и третьих первых мстителей Энтони и Джо Руссо. В основе сериала – цикл статей Эвана Реттлифа из журнала «Атавист», который он написал после почти двухлетнего расследования дела про программиста Пола Леру, являющегося также даркобароном, торговцем оружием и после ареста информатором правительства США. Шоу снимут полностью Руссо, а вот сценарий будут делать Хоули и Киркман. Пока кажется, что этот проект не окажется таким же висяком как и прошлые, потому что здесь явно будет больше денег и сам канал FX обычно с проектами не врет. Логично, что в этом потоке всего Киркману не будет много времени заниматься еще и ходячими, а потому их можно с облегчением сбагрить боссам ЭМСи, которые будут с ним творить ну что хотят, потому как прав на шоу Киркмана нет. Теоретически теперь продюсеры канала могут даже менять сюжет сериала, не следуя его комиксу, и брать посторонних авторов. Это конечно же все мои теории, но черт возьми, чем черт не шутит. Мы знаем, что седьмой сезон шоу показал крайне слабые рейтинги в сравнении с прошлыми годами. Кроме того, сам Киркман уже недавно говорил, что для него седьмой сезон был мертвым грузом из-за увеличенной массовки и ограниченного бюджета. Вполне возможно, что автору не нравится работать в таких условиях и если уж у шоу логично будет снижаться качество, ему не захочется, чтобы и его репутация страдала. С другой стороны, и сами боссы AMC, будучи очень обидчивыми и жадными, как мы знаем из-за конфликта с Дарабонтом, могли банально сместить Киркмана, обидевшись на его слова о затянутости седьмого сезона. У самого писателя, как видим, недостатка работы нет, а потому шоу для AMC не является для него угловым. По мере того, как сериальные войны будут разрастаться, спрос на качественных сценаристов будет только расти. Так, недавно Netflix объявила о сделке по приобретению прав на Miller World, вселенную комиксов Марка Миллора, которая включает, например, Пипца, Кингсмана и особо опасен. На этом фоне логичным кажется начало сотрудничества Киркмана с ближайшим конкурентом Netflix Amazon. По крайней мере, это заставляет нас думать о других комиксах Skybound, таких как Перц Судьбы, Демонический, Призраки или Redneck, которые также жаждут оказаться экранизированными. И еще немножко о Киркмане. Я вот хочу немножко так порассуждать, а что может быть, если он все же совсем бросит проект и все отдадут например на откул Гимплу. По моему, без Киркмана этот проект будет, на мой взгляд, очень и очень провисать. Именно Киркман не давал ему затвердевать до такой степени, до которой делал сам Гимпл в седьмом сезоне. Вообще, как ваше мнение, может ли создатели каким-то образом отклоняться совсем так крайне от, например, комикса? Потому что как-то очень подозрительно, что это может случиться. Например, могут убить некоторых важных героев, например, Нигана в восьмом сезоне. Почему бы так и не подумать, если считать, что главный автор уходит из проекта? Ну, с другой стороны, почему бы и не предположить, что Киркман вернется через два года? Все-таки это его детище. Но, опять же, сейчас никто ничего не гарантирует. Я забыл упомянуть, что Киркман раньше владел еще долей в компании Universal, которая также относится к производству «Ходячих мертвецов» сериала. Сейчас и эта доля у него выкуплена, то есть он больше там не состоит никаким образом и влиять даже стороны производства на сериал не может абсолютно никак. Сейчас на данный момент «Ходячие мертвецы» это 100% собственность телеканала корпорации AMC. Такие новости. И, кстати, я почти забыл. Я всегда забываю напомнить, что у меня все же есть еще группа ВКонтакте. И я вас всех очень сильно призываю, все мои почти 26 тысяч подписчиков, подписываться в эту группу. Потому, что только там вы узнаете все самые свежие новости о «Ходячих», самые интересные, самые крутые теории об этом. И там же вы можете всегда задать мне напрямую вопрос. Я всегда ее мониторю. Ссылка всегда будет в описании. Подписывайтесь на нее и будете всегда в курсе всего-всего-всего, что есть во вселенной «Ходячих мертвецов». Также участвуйте в обсуждениях серий и сами не забывайте кидать новости в группу. Я думаю, я хочу, чтобы вы ее так же вели и так же она жила за счет ваших взаимодействий. Для меня это очень принципиально, потому, что у меня нет практически времени еще заниматься группой. Это для меня большая работа. Потому, что нужно еще делать ролики, нужно писать сценарий, нужно писать голос, нужно заниматься монтажом. Я вас уверяю, это занимает очень и очень много времени. Конечно же, я вас прошу не засорять ее всяким мусором, всякими ненужными картинками. Пишите только интересные и важные факты и предположения, предложения и прогнозы. Ну а это, видимо, все, что я хотел сказать. На данный момент съемки сериала планово не ведутся. У актеров двухнедельный отпуск. Эндрю Линкольн с Норманом Ридусом и Грегори Некотере отдыхают сейчас в Коста-Рике. А Рос Маркуан, тот же Аарон, сейчас в Таиланде. Ну а как вам новости об уходе Киркмана? По мне, так это почти как взорвавшаяся бомба. Все равно, что Лев Толстой бы отказался от своего собственного произведения «Война и мир», по-моему, что-то похожее. Но создатель шоу фактически берет и уходит. Ожидает ли нас по этому еще один седьмой сезон или это чисто такое прагматическое решение автора, как вы думаете? Я помню, что также говорили и после ухода Дарабонта из шоу. Но потом оно стало даже набирать популярность бешеными темпами и сейчас стало самым популярным на американском телевидении. Ну а это на данный момент все. Всем спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте нравочки, делитесь видео из себя в группах и обязательно любите Нигана, любите Киркмана. Переживайте за Киркмана, потому что Киркман здесь основной человек, то без которого бы не было вообще ничего. Но пока всем спасибо и удачи. Пока-пока. И еще с этой такой новостью неожиданной, хотя она появилась еще 11 числа, я как-то совсем прозевал, точнее не прозевал, а у меня уже написан сценарий по восьмой серии Мгле. Она достаточно приличная, достаточно хорошая. Поэтому я сегодня планировал его выпустить, но так как новость смешалась, надо было сегодня сделать срочно этот ролик. Значит ролик по Мгле будет завтра, если кто-то ждал. спасибо. Всем еще раз удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok